Я сказала, стартуем! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Поперло меня, короче, на ролике. Просто так сложились, наверное, звезды сегодня. Вы в курсе, что я снимал два ролика про страшные лохотроны? То есть, это не смешные лохотроны. Это не только потеря денег, но и потеря здоровья. Есть три вида заболеваний, которые очень сильно страшны. Это сердечные заболевания, это диабет, даже четыре. Еще могу сказать про ВИЧ, но, естественно, это онкология. От онкологии страдает огромное количество народу, очень много людей умирает. И, к моему сожалению, очень большой процент людей умирает по причине того, что тратит время впустую. То есть, это какая-то прям очень смешная народная медицина. Сода, перекись водорода, всякие лжеврачи, всякие лжепрепараты без сертификатов. И все это дело продвигается в Ютубе. Почему я так много внимания уделяю данной ситуации? Дело в том, что у меня в больших, очень страшных муках умер дед. И его также атаковали мошенники. Притом ситуация более смешная была. Это был 1991-1992 год. Мошенники у него выманили тысячу еще тогда советских рублей, якобы на оплату экстрасенса. Естественно, никакой экстрасенс не помог. И мой дед умер в возрасте 64 лет от рака легких. Чего открыт Ютуб? Сейчас я вам покажу. Пришло уведомление. Я тут смотрел один ролик, посвященный онкологии. Я вот бывает лажу просто и отслеживаю различные лохотроны, мошенников, деятелей, адептов секты, соды. Там, допустим, перекиси. Смотрю, что они читают. Если что-то интересное вылазит, я, естественно, записываю ролик. И тут такая просто наглость. Под моим постом всплыл лохотрон. Я когда нахожу какую-нибудь ересь в ролике, я пишу комментарии. Бывают очень сильно даже гневные. Вот мой третий комментарий уже просто-напросто удаляется. Я тут написал ересь, потом кто-то насмотрится и умрет. Чем больше таких комментариев пишут, тем больше людей поумнеет, прочитая это. Возможно, задумается. Но есть те, кто пишут гневные комментарии под всякими дебильными роликами. Где якобы взглядом на какую-нибудь картину человек вылечивался от заболевания. Так и много паразитов. Притом они подписаны так интересно. Брюс, увиделись, Кортни Кокс, это актриса. Какая-нибудь там Саманта Фокс или еще что-то в этом роде. Ну вы меня поняли. Короче, появляется спам. На что это рассчитано? Рассчитано, что скорее всего все это дело просчет заболевший человек. И в отчаяние перейдет по ссылке. Естественно, в этот лохотрон попадет. Препарат на основе природных веществ. Поможет как минимум остановить метастазы. Как? Выход есть и ссылка. Далее по ссылке. Ролик. Звук я выключу. Там каким-то мудацким заказным голосом говорит какой-то чувак. Без всяких совершенно пруфов. Тут рассказывается о каком-то чудо природном препарате, который прям все лечит. Там может излечить. Просто тупо слайдшоу. Понимаете? Блядь, йога, сука. Йога и рак лечить. Блядь, дебилы. Нет, там на картинке просто был йог. Официальный сайт. Давайте сюда перейдем. Посмотрим, что же это такое. Он, кстати, грузиться не хочет. А нет, он загрузился. Сайт забугорный. Читаем дальше. Сделать немедленно заказ, естественно. Никаких там данных о противопоказаниях, ничего нет. Получить консультацию. Тоже выкидывают вас на сайт. Еще я пытаюсь найти какую-то информацию о данном препарате. Вся информация, что есть, опубликована в течение 3-4 дней. Имеет только 3 подписчика. Что крайне подозрительно, потому что если бы данный препарат прошел все проверки, имел какие-то сертификаты, нужную информацию, то данная информация уже была широко использована в сети. Видно, что сайт где-то сляпан в течение пару дней, может неделя. Есть у них, кстати, еще твитак. Давайте зайдем, посмотрим. 12 тысяч твитов в феврале 2020 зарегистрировали. Сайт Забугорный, наверное, все рассчитано для того, чтобы привлечь зарубежных клиентов. Разработал все это дело вот этот мужик. Вы будете смеяться, он доктор китайской медицины. Китайской нахрен медицины. То есть это не профессионал-онколог, а просто какой-то китайский мастер кунг-фу, шу, наверное. Или тот, который все лечит подорожникам и джиншеням. Начал по сертификату искать, и меня выкинуло в фейсбук, в какую-то украинскую группу. То есть работают они по всему СНГ, как в России, так и Забугор лезут. Ищу врача Владимира Науменко, хотя бы мастера китайской медицины. Ничего не нашел. Совершенно какие-то другие врачи. А этого врача что-то я не вижу, ребят. Никакого Науменко я и в помине, господа, не вижу. Вот этого. Чем-то вот этот врач похож, но он занимается вообще как бы глазами. Ввожу лицензию, все ссылки ведут только на YouTube канал, на украинскую эту группу ведут. Ничего тут серьезного я не нашел. Может вы найдете, я ничего не могу найти. Скорее всего вот этот врач, Науменко Владимир Петрович, не врач, а просто какой-то актер. Сайт по-быстрому сделан. Русской локализации я не нашел. Документации по данному препарату я не нашел. Вообще никакой. О, смотрите, хотя тут видите, часть на русском написано, часть написана на английском. Есть какие-то контакты, но есть номер телефона и ящик. О, локализация появилась с русской, значит не туда я зашел. Во, я ее пропустил, она здесь была. Ну, каких-то серьезных пруфов и лицензий здесь нет. Прямо я тоже могу сесть и понаписывать каких-то таких вещей. Препарат, который резко откуда-то вылез. При том, что покупают они ботов, которые рекламируют данный препарат в обсуждениях, где общаются онкобольные. Хорошо, если это просто плацебо. А если это что-то более опасное? А им плевать, понимаете? Умрет человек, не умрет человек. Корней-то не найти. Сто пудов какие-то подставные конторы, блин, с центром, с офисом в каком-нибудь городе Днепропетровске или Киеве. Что вы им сделаете? Ничего. Там законы не действуют. Процентов 80 всех тоталитарных сект, лохотронов располагаются на территории Украины сейчас. Им никто ничего не сделает. Тотальная коррупция, взяточничество. Не говоря о том, что телефонные мошенники, практически все, действуют почему-то из тюрем именно Украины. Вот в основном. Особенно кто смотрит различные видосики, где показано, как над лохотронщиками прикалываются. Почему-то все, все с Украины. Поэтому, не дай бог, если какой-то больной купит данный препарат, и с ним что-то произойдется, концов никто не найдет. Вот сейчас этот сайт работает, пройдет месяц-два, пойдут первые разоблачения, и этот сайт закроется, все. И концов вы не найдете. Что я вас, ребята, хочу попросить? Жалобы писать бессмысленно. Просто зайдите на любой из вот этих роликов и накатайте дизов. Человек очень сильно больной, вот, зайдет, увидит, что там больше дизлайков, чем лайков, и он подумает, что, скорее всего, это какие-то нечестные и нехорошие люди. Таким образом, вы сможете кому-то спасти реальную жизнь. Я вас очень прошу, поставьте как можно больше на этом канале дизлайков. Это очень важно. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok